Ура! Получилось. Получилось. Да. Тогда мы сейчас продолжим чтение. Мы еще не закончили прогословение. Это я вам послала 10-й сайл. Это поразительный такой кусок сейчас у нас есть. У кого есть, можно открыть его в борте. Не менее поразительный тот факт, говорит. И это действительно, мы никогда об этом не задумываемся. Или редко об этом задумываемся. Что чудо, прямое вмешательство творца мира, всегда сопровождается катастрофами для человечества. То есть мы как бы всегда говорим о чуде, предполагаем, что это будет что-то замечательное. Никто не уйдет обиженный, всем раздадут поплюшки. Если уж он такой великий, замечательный, прекрасный, добрый, и всем все дадут, и никто не будет больше страдать, все будет хорошо. А реально, то есть все чудеса, которые мы видим в мире, начиная с потопа, кончая 10 казнями, и не кончая 10 казнями, конечно. Характерными примерами это является потоп и 10 казней. Всевышний вмешался, чтобы помочь Израилю. Израилю, но это плохо кончилось для всего человечества или какой-то его частью. Мы видим, что когда история заходит в тупик, как вся история всего человечества, так и история Израиля. В каком-то смысле развитие, которое было до этого момента, историческое развитие Израиля, допустим, разрушение храма, что же входит в эти же, возможно, трагедии, катастрофы, которые происходят. Израиль захвал в тупик. Он не смог выполнить свою функцию, стать цветом для других народов. Он не смог стать примером. Поэтому приходит все начинать заново. Разрушаем и строим заново. Израиль без десекания не смог бы выйти из корейского зубинства. При этом приходится принимать сутыния. Вмешивается Всевышний, когда нет другого вышла. Он даёт возможность истории человечества или истории Израиля дойти до самого края, откуда всё это всё может свергнуться в бездну. И в последний момент его подхватывают. И тогда принимают крутые меры. Что же это тогда за чудо? Творец вынужден прекратить свою субботу. Он реально вмешивается в дела мира с помощью всяких чудес, которых не должно быть в мире. В мире не должно быть чудес. Мир должен. После того, как Бог оставил там необходимые меру богословения и возможность человека её реализовать, дальше он даже действует сами, но не получается. Тогда он прекратил меры. И он вынужден прекратить свою субботу ради необходимости и пользы для человечества. Что-то тут есть интересный мир для замечания. Поэтому многие комментаторы, например, на хмаме, не рассматривают библейскую историю как историю чудес. Чудеса здесь не главное. Это не все так считают. Некоторые считают, что чудо есть в бездна. Как говорит пророк, что вы знали, что пророк был в их среде. Приходит пророк, он объявляет, что будет чудом. И что-то происходит. Вау. Это вот что-то есть. Это доказательство того, что есть контакт противышнего. Это доказательство отправения. Кому-то себе непонятно, для чего нужно чудо. Если как доказательство, это вот, например, философ Розенфайд говорит. Если чудо нужно для того, чтобы подтвердить слова пророка, это очень-очень важно. Это дает человеку контакт с Богом. Представление о том, что возможно. Но в данном случае, нахламит он мечтает, что это важная история. Это другой взгляд. Взгляд на себя, это вынужденная. Соответственно, второе правило, которое нам необходимо озазнать. Вопреки общепринятому представлению, по которому мы всегда можем сдать чудо, история старой показывает, что пока Бог не вмешивается в мировые дела, это означает, что ситуация еще терпима. Что мы еще как-то можем выкорбаться с тусами. Но если есть явное чудо, то это признак того, что из всякого всякое надеется. И ситуация действительно безвыходная. Поэтому храни нас Бог от чудес. В трактате Шаббат в примечаниях приводится есть история про человека, у которого умерла жена и остался грудным ладеном. И произошло чудо, и стал его грудь наподобие женской груди, и скормил он грудь из его стенок. Сказал Равьёс, посмотрите, как велик этот человек, что ради него совершилось такое чудо. Сказал ему Абай, наоборот, как плохо этот человек, что ради него пришлось изменить природотворение. Но тут, видимо, совершенно разный подход к тому, ради чего происходит чудо. С одной стороны, вау, мы могли сказать родить этого человека и изменили все законы природы, насколько он велик. А другой человек скажет, он не справился сам, мог бы кормильца нанять, мог бы, не знаю, матерну купить. Он такой оболтался, что никак не знал, что ему делать, пришлось для каких-то высших целей. Я не знаю, почему. Может, этот младенец был очень важен в процессе истории, где-то в какой-то битве решающей измахнуть все. Не знаю. Нужен был для истории. Пришлось Всевышнему пойти на крайний мир. Ничего хорошего в этом нет. Это значит, что ты сам не справился. Два взгляда значения. Как надо знать того, кто предал форму начальному материалу, запечатал природу, богословил мир? Его имя появляется в первой главе книги Битвея – Бог. Тогда начинается слово «Вначале створил Бог». И нужно задать вопрос, почему имя Бога здесь появляется во множественном стихе? Эй, Луки, почему? Есть идеи? Эй, Луки, все прочли. Я прочла. Ну, пойдем дальше. Есть ли связь между этим именем и делами Бога, описанными здесь делами творения? Сара отвечает. Это имя обозначает божественную Сара и качество открываться через природу. Действительно, мы во многих местах встречаем. И Луки – это законы, это природа. И поскольку мир природы, поскольку мир природы – это мир множественной. Природа, которую Бог творил в жизни, она все время множественной. Начинается с того, что небо и земля, две существенности, потом суша, вода, птицы, породы, их растения, породы, то их животные породуют все больше и больше, больше всего и разного. Мир природы – это мир множественной. И это означает один из общих таких принципов, что в нашем мире единство с вышнего открывается через множество. я когда-то это объяснила, могу еще раз объяснить, это на наглядном примере, что для того, чтобы, например, покрыть прямую точками, нужно бросать точки в разные места. И тогда мы дойдем до этой единой прямой, то же самое плоскости. Мы должны инвестировать много-много-много, чтобы застрессовать сложность, много-много-много разных прямых. И для того, чтобы освоить некоторый более высокий уровень, который представляет из Судия Единства, мы должны его охватить со всех разных сторон, через множество. Таким образом, природа отражает человечество, но отражает его через множество. При этом, значит, поэтому Бог называет человечеством, потому что дуальность это минимальная часть природы. Минимальная часть множества. То есть весь процесс создания, совершения и завершения природы осуществляется сводцом в качестве Бога. То есть все время происходит это вот умножение через руки. Только во второй главе в подведении итогов творения появляется полное имя Бога более высокое, имя Единства. Там сказано «Вот происходение неба и земли, претворение их во время создания Господом Богом земли и неба». Однако подготовка к этому появляется много раз. То есть уже еще и до второй главы в пике «Шестой день» и было закончено небо это примечание стоит. Там начальные буквы слов «Этифраты» образуют четырех букв «Этифраты». То есть есть намек на то, что вот в этой природе, которую мы эти шесть дней творили, в ней находится Всевышний, в его единстве, в его более высоком проявлении. То есть все это оно пришло отразить человечеству. А в второй главе просто он проявляется как Бог как это короче сказать? Человек будет скатиться через трехбуквенное имя «Милосердие» по некоторым мнениям, которое более высокое, чем имя соответствующей природы имя Луки. Остановимся? Может быть, можешь что-то сказать? Лена, есть у вас? Да нет, я чуть-чуть так. Вообще, что я тут наговорила, может, были какие-то? Ну, какие-то так, что-то прыгает в голове, но чтобы что-то такое прямо умное сказать, не-не-не. Я единственное, что еще до этого, как до записи мы начали, это опять назад возвращаться вот то, что вот да, то, что вот змей, да, это если человек неморальный, является ли это тоже сознательным выбором человека? Или это может такой человек существовать? Ну, это, об этом мы не только говорили раньше, что теоретически человек может спуститься на уровень жизни. Вообще, это как бы два архетипа. Один архетип, это как бы некая теоретическая возможность. Человек, в принципе, сделан морально, он сделан со свободой выбора, каким бы злодеем он ни был, у него всегда остается возможность расставить. То есть, он не спускается сто процентов на уровень животного, которого вообще нет как бы этой опции. То есть, такое ощущение, что свобода выбора все-таки в этом мире в полной степени, свобода вот именно морального выбора, она есть у человека. То есть, иногда у животных мы видим какие-то зачатки морали, и это не удивительно, потому что, как мы сейчас сказали, в этом мире, и это будет продолжение, я думаю, дальше, в этом мире Всевышний оставил следы. вот это слово благословение, наставе которого человек, который помогает ему сделать выбор. То есть, этот мир не полностью это отсутствие свыше, оно не полное, он где-то здесь есть, но его надо найти, его надо искать, его можно раскрыть. может быть, может быть, вот не то, что, ну, понятно, что надо найти какие-то проявления, да, но получается, что можно находиться все время на том уровне, когда вот он во множественном, да, в проявлении природы, и не видеть единства. Совершенно верно, совершенно верно, да. Это, это, это параллельная как бы вещь, да, как бы разными словами, может быть, он тут хочет сказать одно и то же. С одной стороны, вот есть это благословение в мире, которое свидетельствует о Всевышнем, и ты можешь его найти здесь, и, и, и твой выбор, он, основывается на каких-то вещах этого мира. Ты в этом мире делаешь свой выбор. Ты, в конечном итоге, находишься в рамках традиции, культуры, опыта, миллион вещей, которые, которые, которые привязывают себя к этому. Но ты знаешь, что божественная душа доняет тебе сверху, чтобы вот здесь, вот, реализовать божественный план. То есть, у этой природы есть как бы два лица. Ты можешь видеть на нее только это отсутствие Бога. Или, значит, за всем этим Бог существует. Поэтому, в общем, как бы, эта вот миссия человека делать моральный выбор в мире, она не безнадежна. не безнадежна. А я начинаю сказать, окей, он мне объяснил, он требует от меня морального выбора. Откуда я знаю? Как мне правильно поступить? Это твоя личность, это твоя душа. Она должна искать, искать вот между выбором, который в этом мире предоставлен, какой выбор от тебя с детьми. где он здесь находится. Вот этот выбор, он раскрывает это именно единство, которое в мире есть. Понятно? Перейдем к святости. С другой стороны, понятие святости объяснить сложнее, потому что христианство сильно влияет на наше современное мышление, а христианство и понятие святости смешиваются с другим понятием, назначающим совершенно иное. И это сакральность. священность, да, здесь так все на французском. Что отлично от святости сайентифика, да, в то время как святость стареет всегда нравственно, христианство говорится о священности в отрыве от морали. Это религия, которая открывается от жизни и жизни. Я предупреждаю заранее, там, спойлер, дальше будет скрыть христианство довольно редко. Я думаю, что когда ему не то это преподавал, он это сглаживал каким-либо своим таким мягким юмором, добрым словом, потому что я когда-то слышала его лекцию, сильно приятное впечатление от его языка, от его тона, но тем не менее он может быть злобным. это языческое представление. Так, церемония тайнства христианства нечиста. Вы берете кусок мацы, произносите на ним магическое утверждение, и оно становится плотью от плоси божьей. Это богословие людей, пьющих кровь своего меси, которых тому же являются евреями. Нужно вглядеть в суть этого действия, чтобы увидеть, насколько языческим является христианское поклонение. Они едят евреев. Вот здесь немножко непонятно, почему он называет христианство неморальным. У них же тоже есть свои. А именно таинство. Вот есть вещи, которые явно магические. Вот он приводит к таинству. Вот они едят евреи, они присещаются к тем что-то морально. Трудно найти что-то морально. И дальше он объясняет. Языческая святость христианства проистекает с концепцией безграничной благодати, который магическим образом достигается без необходимости труда. В этой точке есть как раз и разногласия. Без необходимости труда, приложения усилий или морального поведения страны человека. Ты вот несчастный, бедный, нищий духа, ты блаженец. тебе не нужно быть моральным поведением. Христианство не требует морального поведения. Оно требует. Конечно, нужно быть хорошим, не надо быть плохим. Это все говорят. Но есть вещи выше этого. Я тут не монету, я не специалист по христианству, но возьмем эту классическую притчу про Марию и Маршу. Помните, да, кто там был христианцем. Одна сидит там, готовит, жарит, печет, убирает, гладит, стирает, все такое, помните, а сестрица там сидит и смотрит в глаза учителя. И он говорит, это благая, она изглала благую долю. А когда Марша сжалится, типа на нее свалили все черную работу по дому, они говорят, что идти, что идти, мной, вы не виноват. Вау. А она сидит там в царе, освещается там. Да? Вы в курсе этой притки? Ну да, да, это скорее всего она подтверждает ту разницу, что в христианстве отношение к материальному миру как к чему-то как бы ненужному. что как да, да, а все наоборот. Мы должны этот мир исправить, мы должны его поднять, мы должны в нем работать, работать в нем, вот варить, гладить, да, вот Марфа это еврейка она была, но они оба были евреи, конечно, но она делала правильность, она готовила, она убирала, стирала, гладила, обслуживала всех, учитель в том числе, а он мне сразу скажет спасибо, извините, ну нет, но все-таки мне всегда было досадно, потому что я всегда была видимо как это Марфа гладила и все такое. И мне казалось, что так и правильно, так и надо, да, и я думаю до сих пор так и хорошо, а вот сидеть из Марфа чистой духе, а мы должны этот мир преобразить, мы должны его исправить, и это моральное поведение, моральное поведение, а заботиться о своем ближнем, она сделает деньги на бирже, там, не зайти с утра до ночи, а о том, как приумножить свое достояние, там, неизвестно, зачем, она заботится о том, что там учители, это моральное поведение, а сидите и смотрите в его глаза. Но даже если на бирже, то есть они что-то создают, то есть творят, да, да, нет, я просто, а как бы эти ничего не создают, ничего не творят, я сейчас подумала, собственно, что они, пассивны, как бы, получается, ну, вот Мария, там, и все его, очень, шли. Устынки, да, они там, я не говорю, устынки, они осуждают, есть люди, которые, например, у нас, не то, что это совсем, это так вот, выпиющие, да, но, да, традиция, в Салмуде, она по-разному, с этим, устынки, есть люди, которые все душой они преданы, что они, они круглые сутки, там, круглый год он находится у Равы, а семья, там, Рабяки, 12 лет, а она там, бедная, бьется, как рыба об леда, там, поднимает детей, его жена, что это так все? Это целый, целый набор, в Салмуде, там, целый, целый набор историй на эту тему, и совершенно не очевидный вывод, как правильно, она сама так хотела, но она хотя бы сказала спасибо, Рабяки, да, мое, он, скажи, когда пришла его встречать, жена, ученики хотели ее оттолкнуть, а мне, что, не отталкиваясь ее, все, что я приобрела, это и, ну, вот, в ответ случаях поблагодарила ее за это, оценила ее, абсолютно. А есть очень критические относящиеся к этому истории, где действительно вот эта такая самотвержденность полностью отдачи старых за счет своих ближнего она вполне осуждается. То есть есть две стороны, с одной стороны, вот эта самотвержденность изучения и стремление к единению и познанию это очень важно. Но в конечном итоге фокус, он все-таки на моральное поведение. Если при всем, при том, ты ведешь себя морально, какой бы ты гений там ни был, и как бы высоко ты ни пытался влететь, все остальное ничего не значит, не имеет значения. то, без необходимости труда, сказать, приложение усилий и морального поведения со стороны человека, ты не старался. Оно приходит к тебе автоматом. Тогда, как старался, представляет другой концепт святости, которому на этом этапе можно объяснить так. Именно для того, чтобы дать человеку возможность получить божественное благо по праву, а не бесплатно, чтобы человек смог реализовать свою свободу выбора и получить награду за приложенные усилия в седьмой день. Творец преодолевает свое желание дать это бесконечное благо немедленно и безвозьменно и отделяется от него. То есть, всего, как бы, внутреннее желание это дать нам максимально всего, что мы хотели, могли себе представить еще больше. Но гораздо большая награда для человека это заслужить свое право на этот мир, построить его, дать им, стать партнером Всевышнего. И чтобы дать нам такую возможность, он уходит из этого мира. То есть, задача человека это заслужить свое, этот мир, а не получить его вот так вот, как в христианстве и магическому обыску. Однако, уход от Творца из мира в седьмой день делает мир независимым и отделенным от божественного. Это две стороны медали. Таким образом, святость делится на две части. Творец как источник святости с одной стороны и сотворенный мир как место достижения человеком святости через служение Всевышнему с другой. То есть, он источник этой святости, который есть. Он оставил тут свое благословение. Но человек может достичь святости и используя это благословение, выполняя волюсовение. Из этого мы выводим, что согласно Таре только благодаря нравственному труду человека, то есть заслуженно он может обрести все изобилие благословения, которые товарец дает своими. то, что там дальше мы получим по праву невозможно сравнить с тем, что мы получили сейчас бесплатно. В этом. Это еще к этому вернулся. То есть, мы все время накручиваем наше понимание, выходим на новый виток. Есть вещи, которые мы уже как бы на одном определенном уровне слышали о том, и на следующем уровне мы узнаем о них Бог, понимая его став в руке. Однако, чтобы человек смог удостоиться служить Богу через свободу выбора, творец прячется, мы сможем сказать. В природе присутствие Бога не проявляется в мире открыто, и поэтому мир становится адом. То есть, поскольку мы не видим в нем Бога, то вообще непонятно, ради чего здесь жить. И человечество знает об этом. Каждый здоровый ученик ощущает душой ужасную нехватку мира. Отношения человека с миром становятся проклятыми. Значит, он говорит легкими. Хлала он связывается с словом каль. Хлала это проклятие, а каль это легкий. То есть, как бы в проклятии это квинтэссенция нехватки. Здесь в этом мире Бога нет. Это очень грустно. Сосудом, в котором меньше изобилия, чем он может вместить. Причина, по которой творец перед исчезновением богословляет мир и добавляет к нему от божественного изобилия, заключается в том, что творец осознает, как трудно для человечества жить в мире без откровения. Он уходит, он понимает, совсем без откровения не может. Поэтому он оставляет здесь свое богословение, свои следы. Богословение это след, который он оставил, который оставил в мире скрывшийся святой. Только поскольку Всевышний богословяет мир и оставляет свои следы в богословении, он освещает мир. Он отличает себя от него. Святость всегда говорит и святость как бы понятие святости душа, у нее есть два ответа, как я понимаю. Во-первых, это отделение. То, что свято, оно отделено. Бог свят, потому что он отделен от него. Он никого уже мирован, от него спрятан. И там он свят, он от него отделен. Храм свят, потому что куда там есть кодекс, туда нельзя заходить. Он отделен. есть места, где могут только колены. Это особенное отделенное. С другой стороны, святость, ляг, действие, это слово, посвящить, переводиться. Оно связано с целью такой. Вот это любое отделение или любое развлечение такое, как храм, например, святое место, это не просто само по себе отделение, это отделение для определенной цели. Когда я говорю, я посвятил эту вещь, означает, что я посвятил в русском и в том же самое. Я посвящаю эту вещь для того, ты и того. Я свою, я всю свою жизнь посвятил служению свободе. целью моей жизни была особой. Я ее посвятил, направил. Здесь есть цель. То есть у святости есть две стороны. Есть сторона отделения и есть сторона цели. Что? Если бы считалось только разделение безблагословения, этот мир действительно был адом, поскольку жизнь в мире без творца это и есть ад. Нету цели, нету святости, нету идеала, ничего нет. Такой мир превращается в безличную машину, в которой царят страшные случаи и судьба. Это концепты греческой философии древнего мира, а также современной философии экзистенциализма одинокого мира. Только кто приобщается к вкусу богословения, может приобщаться к творчеу мира. Когда мы ощущаем это богословение существующего в мире, мы приобщаемся к творчеству. Может быть, я здесь попробую ответить на вопрос, который я совершенно не знаю ответил. Есть один замечательный человек, который нерегулярно пишет по поводу моих уроков, он не присутствует, но здесь в записи. И он спрашивает. Я понимаю, что моя цель в этом мире полюбить человечество. Ну, как это уходить? Кто это означает? Это вопрос, на котором миллион таких вопросов, на которых нет. Написано очень много трудов, но каждый человек ищет ответ внутри себя. Когда ты осознаешь путь богословения, это тебя приближает. Когда ты видишь в этом мире, что для тебя, созданный какой-то большой цель, от которой ты являешься партнером в ее достижении, видишь это богословение, которое есть в мире, а не недостаток, способность исправить этот мир, который он тебе дам. Это путь к любви к любви, я думаю. Один из ответов очень-очень-очень вопрос сейчас пришло в голову, потому что он спрашивал про любовь. Естественно, всегда вопрос такого рода гораздо более важен, чем самый лучший ответ. Один из примеров нашего запутанного мышления святости является еда. Когда мы говорим богословение перед едой, нам кажется, что мы привносим святость к еду. На самом деле все наоборот. Все принадлежит Всевышнему. Вся природа, вся пища. Когда я хочу съесть хлеб, я должен попросить Всевышнего отделить пищу от его святого мира и сделать его будничным, чтобы я мог есть от него. произнося богословение перед едой, человек забирает еду из священного мира, в котором вся природа находится на седьмой день, для того, чтобы использовать его для своих висков. Для понимания еще одного аспекта в идее святости возьмем понятие брак. Первым этапом, который является федушением, то есть освящением. В данном случае тоже освящение женщинам предназначено для определенного мужчины. и душой освящена. С другой стороны, она запрещена всем остальным. Отделена и назначена. Это тут ритуал, который сообщает всему обществу, что конкретная женщина выходит замуж за определенную мужчину. И тем самым становится запрещенным, неразрешенным, отделенным от любого другого мужчины. И через святость она предназначена и разрешена только по имени. Святость в иудаизме означает отделение освященного от мирского. Она делает его отделенными и особенным, придает ему более возвышенные значения, дает возможность в божественном присутствии быть мужем иемным. И каждый раз, когда возникает понятие святости, тут можно найти божественное присутствие. Что? давайте пару абзацев, а потом все. Другой аспект, лежащий в основе концепции святости, это процесс развития, стремления к совершенству. Ну, это то, что я говорила, что он должен быть цель. Те, кто достигли совершенства, попадают в совершенно другую ботегорию. Святость это успешность, достижение совершенства. То, что успешно, всегда получается особое, отличное от других мест. Не следует думать, что в таком случае какая-то сущность получает магические свойства. Это языческое христианское такое. Из этого принципа мы узнаем только, что остальные еще не достигли полной реализации своего потенциала. При этом переживание, это я на самом деле не учусь про это. Поэтому я как-то его быстро сопротивлюсь. При этом переживание благословения это переживание изобилия шестого дня, а переживание святости это переживание отделения, удаления от Отца от Его мира в седьмой тюрьме. То есть, она двояка. С одной стороны мы ощущаем что святый свет есть в этом мире, есть благословение, есть возможность продвигаться, а с другой стороны мы ощущаем что Творец отделился и это довольно тяжелый переживание. Тяжесть этой ситуации заключается в том, что те, кто не переживает благословение в мире, действительно воспринимает его как мир недостаточный, проклятый, как ад. Раби Нахман из Брата он рассказал, говорят об этом мире и о будущем мире. Будущий мир, это я могу понять, но этот мир где он? Здесь находится ад, мир, в котором мы находимся похож на не мир от мира. В то время как про будущее можно понять, когда мир станет совершением. Если бы не было благословения, мир бы не хватало самого главного. То есть это вот переживание, оно двоято. С одной стороны, я необходимости переживаю, отсутствие Бога в мире как некую трагедию, некую невозможную ситуацию. Иначе, если я этого не чувствую, у меня нет стимула исправлять его для беда. С другой стороны, я призываю, что он оставил в мире богословения, он дал мне силу подвигать мир вперед. На этом точке я остановлюсь. И что-нибудь скажите мне тоже хорошее. Там надо подумать, получается, там вот он разделяет сакральный и священный, а потом вот эта отделенность, я, честно говоря, уже немножко там запуталась с этими гранями тонкими. Да, мы тоже, нет, 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 нет. Сакральное это это магическое то, что так, то, как наизолит да, то есть оно его действие, оно не то, как то, как На самом деле я думаю, что действительно не так просто проводить тут границы. Вопрос всегда можно, в иудаизме всегда можно найти какие-то источники христианства, вот это вот точки зрения непостижимости, например, божественной, отделенности, и то, что мы называем халаль-пану, и то есть кабалей. То есть некоторое пространство, из которого возникают вопросы, на которые вообще нельзя дать ответ. Тяжелые самые тяжелые вопросы. Ну, как бы сказать, последняя черта все-таки, это, мне кажется, очень заметно, да, вот эти истории Марты и Марты. Где мы ставим фокус? Мы хотим, чтобы ты здесь был, нашел и вышел в этом мире, не там. Хотя он спрятался, он ушел, но он оставил свои среды здесь. Чтобы ты здесь его нашел. Чтобы ты здесь работал и сделал правильный моральный выбор. А христианцы ставят фокус на другом, на магическом, на сакральном, на закрытом, на непонятном. Главное, это все, что-то. Верь, и все тебе, все, все, все. Таинство, крещение, бескрещение, ты ничто. Все эти великие праведники прошлого Абрама, Искак и Акова, они все у него где-то там. И здесь находятся в Лимбе, да, насколько я помню. В каком-то таком. Не в раю, не в аду. Они же не крещеные там, понимаете, не пресеченые. Трудно себе это представить. Настолько это нелогично, настолько это не морально, настолько это не в духе цары. Здесь проходит какая-то граница. Да, может, я плохо в христианстве знаю, поэтому... Не может себя полностью открыть в этом мире, потому что тогда нам нечего тут будет делать. Вот в чем проблема. Все будет понятно. Все ясно. Он не может. Он должен мне дать здесь поле работы. Поэтому, опять, я должен находить правильный моральный выбор, но у него есть какие-то намеки. Он где здесь? В скрытом виде. Сымптом. Это на языке колобовины, чтобы дать место творению. Зачем им место вообще дать? Нам всегда говорят, что это первый главный моральный поступок Всевышнего. Он дал нам место. Зачем нам место? Чтобы мы могли себя проявить. Чтобы мы могли существовать. Если был бы только он, мне нечего сказать. Мне все понятно. Серьезно. Тебе учитель дал не только задачки, но сразу все решения. Ты не смог ничего сделать. Там ничего не смог. Это мечту. Он верит в нас. Он верит в то, что мы способны. Я каждый утро посыпаюсь, и я говорю, как велика твоя вера в меня. Или наоборот, моя вера в тебя. Это как бы там совсем понятно, как правильно переводить. Но он верит в нас. Он нам доверил. Очень важно вместе в этом мире довести мир до совершенства. Проявить себя. В христианстве это очень мало проявлено. Хотя, с другой стороны, конечно, любая религия должна тебе говорить, что ты должен себя хорошо вести. Отделяйся с силой на церковь. И не обижать дверь из него, потому что она должна быть такой-то, что в мире должен быть порядок. Но это вообще-то не самое главное. Я думаю. Хотя, конечно, она родственная религия. И я думаю, у него есть потенциал как-то. Просто когда он говорит про вот эту отделенность, благословение через отделенность, ну, естественно, сразу ассоциация о народе Израиля, да? То есть вот это как бы получает благословение, отделенность от других народов. Да, но опять то же самое совершенно. У нас есть цель. Отделение для определенной цели. Да, определенной цели. Да, чтобы прийти к другим народам. Чтобы их привести к себе. Да, да, да. У него определенная задача. То есть отделенность, она всегда связана с такой-то целью. То есть то, что Бог себя отделил, это то, что мы наконец к нему пришли. Дошли до цели творения. Как мне кажется? Ну да, так больше, поднимаю. Спасибо. Может быть, сегодня еще приснется дальше. Потому что мы как бы все время касаемся одних и тех, более-менее одних и тех же тем, с некоторым развитием. На самом деле, я раньше думала, что это некоторые, когда я первый раз читала книжку, я знала, что это компиляция из, ну, что эту книгу сделала Гавриэла Баршмель. Такая женщина, ну, из учеников Манитур. И она сделает его по его кассетам, по его урокам. Но я думала, что это компиляция из разных уроков. На самом деле, это курс. Она взяла курс, который Манитур читал. И вот она его перевела на иврит. То есть это сделала с кассет, но с кассет курса. И что поразительно, эта книга существует только на иврите. Ее нет на французском. Она взяла эти французские лекции, и она их перевела на иврит и сделала с них. То есть, на самом деле, три книги. Первая книга, вот, это, кстати, мы, первый том, который мы изучаем, который супер вести. А еще есть два тома. То есть, третий вышел только сейчас, а второй уже несколько лет назад. Другие книги, которые сделаны тоже по всяким лекциям Манитур, они называются «Содмедраш и Толдот», тоже «Тайна толкования Толдот», это больше компиляции. Они взяты из разных-разных всяких уроков Манитур на разные темы. И из них составили сборники. А вот то, что мы изучаем, это, на самом деле, курсы, поэтому действительно он построен таким образом. Можно увидеть это, что у него все время как бы есть некоторые... Он подводит некоторую базу, потом на нее возвращается к той же самой теме на более глубоком уровне. У меня такое скидивое, что создается. Так что я думаю, что это еще немного прояснится в дальнейшем. Не так. Надеюсь. Ладно. Мы на этом тогда остановимся. И всем, если кто-то, что еще так... Да нет, я хотела сказать, что будем надеяться, что кто-то еще дальше узнает. Мне сама очень интересно. Хотя я понимаю, что тут есть очень много не 100% понятных вещей, потому что это вообще не просто. Он пытается просто простым и философским языком изложить. Нечто, что здесь не всегда однозначно понятны. Ладно. Ну, всем всего хорошего. Спасибо, Ниханна. Спасибо, Ниханна. Всего хорошего. До следующей недели. До следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok